Кальсоц Hoy vamos a descubrir uno de los platos más típicos de la gastronomía catalana. Se llaman calzots. Calzots se coman en invierno con salsa romesco, combinando con un segundo plato compuesto por carne a la brasa o bucefarras típicas. Calzots – это белый лук, выращенный особым поэтапным способом. Самая популярная легенда о Calzots гласит о том, что своим происхождением они обязаны крестьянину по имени Чады Банейгас из Вальс, провинции Таравона в конце 19 века. Говорят, что именно этот крестьянин пережарил лук на огне, но вместо того, чтобы его выкинуть, он просто снял верхний слой луковицы и обнаружил, что внутри лук был очень вкусным и сочным. Calzots можно приготовить разными способами. На углях, в духовке, либо в панировке. Ahora estamos en Vals, la zona típica de calzots. Normalmente los calzots se comen en grupo y se llama calzotada. Hoy vamos a hacer una calzotada con la penna de farsa. Первым делом повязываем слюнявчик, чтобы не замараться. Calzots подаются в специальной керамической посуде. Берете пучок за кончик стрелок элегантным движением, сдираете с него обгоревшую шкурку, макаете лук в специальный соус, запрокидываете голову и целиком отправляете в рот. Рецепт соуса al romesco относится к XV веку. В состав ингредиентов соуса входят миндальный орех, фундук, специальный красный перец, нюра, чеснок, помидоры, уксус, соль, перец, оливковое масло и секретный ингредиент. Соус делается вручную. Потом можно переходить ко второму блюду. Белая фасоль, мясо и колбасы, обжаренные на тех же углях, на которых перед этим жарились calzots. Жареная колбаска отлично сочетается с вкуснейшим соусом алиоли. Алиоли – это древнейший соус, который дошел до нас с римской эпохи. Он считается традиционным каталонским соусом. В его состав входят оливковое масло, чеснок и щепотка соли. По традиции чеснок давится в ступке и масло добавляется каплями. Пока вручную взбиваем алиоли. Затем подается печеная картошка и артишок. Самая вкусная его часть – это, конечно же, серединка. Субтитры создавал DimaTorzok На десерт мы отведаем крема Каталана, или каталонский крем – сладкое суфле с карамельной корочкой. Один из самых популярных в Испании десертов. Для приготовления кольцов на углях не обязательно идти в ресторан или иметь дом с садом. Кольцов можно приготовить и дома, на квартире, но для этого нужна терраса. Давайте посмотрим, как это делается. Мы на территории урбана, с этими красивыми видами, из Барселона, для приготовления традиционного каталана. Мы на территории урбана. Это не очень красиво, но можно сделать то, что можно. Но на территории урбана. Но на территории урбана, с большим видом, из Барселона, можно сказать, что это видит Барселона, спокойно. 360 градусов. 360 градусов. Все, все, все. С Десерт-Видабо, до Монсвейк. Теперь мы добавляем с мясом, чтобы поднимать кольцов. Для десерт-Видабо, что это делает? Это ломо. Это ломо. Да, ломо. А, очень хорошо. Да. Что еще будет? Потом мы добавляем немного кольцов. Ага. И поя. И поя. И поя. И поя. И поя. И поя. 挖ка wird под Jay 过 Víaen. И поя. И поя. И поя. И поя. И год. И поя. И поя. И поя. И поя. Субтитры создавал DimaTorzok